Здарова, народ, с вами Фантом. Да ладно, шучу, расслабьтесь. Хотя, возможно, кто-то был бы больше рад видеть новую часть маминого обзорщика. Хэштег Фантом вернись. В любом случае, если вы это смотрите, то значит я все же поборол депрессию и сценарную импотенцию и заставил себя переписать сценарий. Так что сегодня вас ждет погружение в еще одну годную инди-игру под названием Seer You Are Been Hunted. Давайте же начнем. Ну а перед началом у меня все-таки есть одна небольшая просьба к моим ящеркам. Вы знаете, что обычно я не прошу набирать какие-то количества лайков под видео, но данный ролик дался мне крайне большими усилиями. Так что давайте соберем 250 лайков под ним, чтобы поддержать дядю Палеолита. Ну а мы продолжаем. Итак, Seer You Are Been Hunted или же Сэр На Вас Объявлена Охота это инди-игра в жанре стелс-экшен. Разработанная игра компании с подходящим названием Big Robot, которая является студией из мирового клуба любителей Five O'Clock Chai Pity. Повествует игра о том, как очередной любитель Ахмад Ти дохуя экспериментировал со своим анусом в смысле с некой научной машиной, что в итоге случился коллапс его сфинктера. Да шо ж такое со мной? Случился коллапс времени и пространства, в результате чего наш протеже был заброшен на неизвестный остров, населенный роботами, которые в отличие от роботов Boston Dynamics не стали терпеть угнетение со стороны кожаных ублюдков, а взяли ружья и устроили на протагониста охоту. Так что теперь только его S будет под угнетением. Так что вот такой незамысловатый сюжет. Основной задачей игры является собрать детали той самой машины, которая раскидала по нескольким островам. Затем их нужно притащить к вот этому камню, после чего в теории он должен выплюнуть нас обратно в реальный мир, где нас продолжат вытирать ноги, но уже не бездушные машины, а близкие нам люди, которых мы считали своими друзьями и семьей. Чел, ты в порядке? Мать меня не любила! Перейдем к геймплею. Сперва после запуска игры нам предлагают настроить нашу игру и выбрать стартового персонажа. Всего в игре 5 островов, центральный и по одному на каждую сторону света. Настраивать тип местности можно на всех, кроме центрального, на центральном тип местности всегда сельский. Но в целом лично я не заметил какого-то различия в геймплее между разными типами островов, разве что в разных постройках и соответственно в различном количестве лута. Куда больше времени стоит уделить выбору стартового персонажа, ибо до тех пор, пока вы не освоите игру на достаточно хорошем уровне, именно данный выбор будет определять, сможете ли вы завершить игру и как сильно вы будете сосать в процессе. И хоть аристократ и является стандартным выбором, но поверьте мне, в первый раз выживать, имея на старте только ссанную тряпку, которой можно перевязать то, что осталось от острельной пиписьки, скажем так, не очень приятно и эффективно. Поэтому для начала рекомендую брать егеря, либо охотника, потому что у первого есть капканы, а у второго полноценный огнестрел, который поможет вам не сдохнуть, начиная с середины игры. Как только вы все выбрали и настроили, можете запускать игру, после чего окажетесь на центральном острове возле алтаря, в который надо стаскивать детали, и который вместе с лодками является единственными местами, где можно сохраняться, так что возвращаться сюда вы будете часто. В процессе же игры вы будете заниматься тремя основными активностями. Исследованием карты в поисках деталей машины, отстрелом или съебом от патрулей роботов и прочесыванием каждой самой мусорки в поисках хоть какой-то еды. Нет, серьезно, возможно это я такой везучий, но еды в игре реально почти нету. Уже ко второму острову я был готов отсосать этим роботом, если те отдадут мне банку кошачьего корма или немного ягод. Вообще лут в игре крайне ценен, и по сути он по важности для прохождения идет сразу после общего скилла игрока. Найти вещи можно в различных постройках, таких как дома и сараи, а также в некоторых других объектах, например в мусорках и телефонных будках. Предметы же в игре делятся на 4 категории. Хлам, сомнительное, используемое и экипируемое. Хлам это всякие ботинки, кости, черепа, гетеросексуальные отношения и прочее говно. Сомнительное это различные используемые предметы, которые впрочем при использовании наносят только вред игроку. Используемое это различные расходники и полезные предметы, например еда или спички. Ну и экипируемое это разное оружие, бинокли и прочее говно с чердака вашей бабки, которые вы можете экипировать в горячие слоты, и с помощью чего сможете прожить чуть дольше. Но, как его называем мы с моим лучшим другом Валерой, предпринимательская деятельность по бесплатному обогащению является не главной задачей игры. Как я уже говорил, а может быть и не говорил, я че должен помнить, что я написал 40 строчек назад? Так вот, как я уже возможно говорил, главной задачей игры является сбор деталей машины, которые можно найти вот в таких вот кратерах, из которых идет дым. К тому же в игре есть специальный сканер, чтобы облегчить поиск. А если вы таким не обладаете и никак не можете найти деталь, то просто следуйте со светлячками, которые на самом деле души мертвых детей, которые просто ищут тепла потому и летят на дым. В любом случае, суммарно вам предстоит собрать 17 деталей. Шесть на центральном острове и по три на остальных. Но все не так просто, и чертяга разработчик продолжает втихаря макать яйца нам в кофе, подсовывая увеличение сложности по мере сбора деталей. То есть, если на самом старте на островах ходит полтора робота, и в целом ничто не мешает спокойно собирать детали или лутаться, притом настолько ничего, что вы спокойно можете охуеть и даже начать стрелять в охотников, не боясь, что звук привлечет близлежащие патрули. Но вот стоит вам залутать хотя бы центральный остров целиком, как тут же градус пиздеца повысится, появятся новые враги, патрулей станет больше, а перемещаться будет все сложнее и сложнее. В целом, игра постоянно старается держать игрока в напряжении и вместе с тем в неком балансе по отношению к скорости игры. То есть, с одной стороны, у нас роботы, которые заставляют тебя действовать скрытно и медленно, но с другой голод, который постоянно подгоняет игрока и не дает особо маяться на одном месте. С одной стороны, лут важен и есть стимулы, как можно больше обыскивать дома, с другой, большая часть построек патрулируется и вы рискуете померять или усложнить себе жизнь преследованием. Подводя какой-то итог, могу сказать, что игра мне зашла, хоть я и не сильно люблю подобные игры. На мой вкус, я все же убрал бы отсюда голод, ибо, вероятно, по причине пиздоглазости я не могу найти еды, из-за чего у меня руинится прохождение. В целом же, если вам по кайфу ползать по кустам и по-тихому пиздить железяки с ружьями, то игра вполне может занять вас на пару вечеров. Ну, а у меня на этом все. Подписывайтесь на канал, оценивайте видео. Как можете заметить, я немного изменил подачу, так что, надеюсь, вы напишите, что думаете о таком формате видео. Также делитесь своим опытом в игре или предложите игру для следующего обзора. Ну, а ссылки на группу ВК и Дискорд, как всегда, в описании. Спасибо за просмотр и всем пока!